Вот в последнее время вектор интересов большинства людей, он сместился в сторону кухни, ну по объективным причинам. Вот и мы в программе Beauty Time решили организовать гастрономическую рубрику. Позвольте представить вам Екатерину. Катя вообще это человек-оркестр. Она и фотограф, и дизайнер, и архитектор. И какие, Катя, у тебя еще активности? Ну и поклонница. Да, я правильного питания поклонница. И у нас есть магазин, где мы продаем все для правильного и полезного здорового питания. Нас трое в проекте, и мы все на спорте, активные. И в какой-то момент просто поняли, что нам не хватает самим такого магазина, куда мы пришли и купили себе на обед, на ужин корзину продуктов, чтобы не бегать по городу, а прийти в один магазин и купить это все. И сегодня Катя предлагает нам идею правильного перекуса и легкого десерта. Бутерброд с ореховой пастой «Урбич» и желе из консервированного манго без сахара. Но это не просто будут бутерброды, а они будут полезные. И чем вот, например, «Урбич» с гречневыми хлебцами будет отличаться от, например, ну, какого-нибудь простого паштета, допустим, с черным хлебом, там, ржаным, не знаю, бородинским. Они легче сами по себе, чем хлеб, в принципе, и меньше, там, и по размеру, и по всему. Плюс конкретно гречневые, в них нет глютена. Если это паста, любая, в принципе, «Урбич», «Миндаля», «Кешью», это только орехи. То есть это чистый перемолотый миндаль. Ничего нет, абсолютно никаких вкусовых добавок. И при этом он, ну, вкусный, действительно вкусный. А хлебцы, чем легче хлеба? Они не вызывают брожение, и здесь тоже в составе только гречневая мука и соль. Хлебцы с «Урбичем» насыщают организм, что не хочется кушать достаточно долгое время. Наши закуски и десерты, они не только легкие по своему составу, они еще и очень просты в приготовлении, поэтому пойдемте сейчас, Екатерина нам все покажет. Сильно много мастерства не надо, чтобы сделать бутерброды. Я настаиваю на том, что вот не надо говорить, что кухня не мое, нужно начинать с малых форм. Это, например, лето и паста. Вот, с малых форм начинаем. И вот раз вот уже, глядишь, уже... Перекус себе готов. Хочется украсить, можно ягоды добавить, будет десерт. Можно зелень, тогда будет перекус. Сейчас в разговоре с тобой узнала, что желатин желатину рознь. Вот какой он бывает и почему именно вы правильно желатин привозите? Загустители бывают разного происхождения, животного и растительного. Агар-агар растительного происхождения, он из водорослей, а желатин, как мы знаем, говяжий, из говяжьей кости. Вот, мне больше нравится агар-агар, потому что он чище на выходе. Ну и вегетарианцы, по своим убеждениям, не могут ничего животного. Да, да. Вот, тем более говяжьего. И поэтому используют водоросли. Да. Так, ну что, я разбавляю агар-агар. Водички горячей. В принципе, рецепт простой. Мы добавляем манго, растворяем агар в горячей воде, в кипяченой горячей воде. Вливаем. И мешаем блендером. Не хватает экзотики, хочется в отпуск, хочется манго, хочется какую-нибудь такую экзотическую. Потому что ягоды обычные, мы и так их едим, в принципе, летом, и делаем из них желе. А манго, это такая экзотика, уже интереснее. Наливаем в форму. В чем еще разница желатина и агар-агара? Желатин застывает, ну, в основном в холодильнике, а агар-агар можно оставить при комнатной температуре, и он застынет.